ну еще раз повторюсь шикарная ради вас в пойдем мерить еще раз прям чтоб не отходить как говорится отказ 22 23 в этом районе вот подписчики просили рома загони кентавра на поле с навозом ночью был такой дерзкий дождь что просто капец ребята он уходил страшнейший букс болото было даже тяжело ходить по полю но он чудом пахал начинал из глубины 24 снизился до 18 сантиметров и да он уже пошел пахать а все равно закрывал навоз не скажу что это навоз не закрыл закрыл везде навоз ребята как бы подтверждение тому что навоз закрытый неплохо реально неплохо спроса на следующий день ребята дождался специально следующего дня коллеги подсушила и тут он реально начал очень хорошо пахать без нареканий видео я четко напишу следующий день ребята что вы понимали когда уже чуть-чуть подсушила землю на какой скорость он это делал и глубина была ребята повторюсь от 20 до 22 сантиметров супер ну вот ребята давайте подведем подытожим неплохо справляется конечно хотелось бы с двумя корпусами но нет блокировочки ребят по блокировочке немножко позже в следующих видео мы поговорим но также могу посвятить на данный трактор можно сделать на колеса добавить добавить вес ребята такие блины по килограмм семьдесят и будет четко и я много кому советовал сделать на него еще плюс кабину утяжелить его на килограмм 250 ребята и он будет вам творить чудеса действительно это поможет вам сто процентов с зацепом а в целом нужна ли фреза ребята я считаю что фреза конечно нужно при посадке при обработке огорода просто шикарно после даже цели новым вспахали пройти фрезой и половину работ может отпасть кто вообще занимается садоводством там выращиванием клубники эти пленку что укладчики ребята идет обычная фреза потом укладывается пленочка на пышную землю ну действительно при за во многом нужно и также больше всего мне призраться конечно после призы любая женщина захочет садить потому что ну то можно пальчиком не лопатой а пальцем тыкать и семена ложите что хотите потому что ну приятно при за считая да нужно для трактора допустим голубики я использую фрезу ребята я в один ряд стилю торф опилки вот там мульчу разную и перемешиваю также с удобрением сразу рассыпаю и потом я фреза перехожу и субстрат землей смешивается и супер высаживая голубику ребята ну вот так друзья вот это целина ну красота конечно красота я люблю особенно после целины взбодрить фрезой вообще просто все вся ботва наверху земля на низу в ну вот за что мне нравится реально фрезой после когда вы спашите целину не надо сразу заглублять не красиво трактор потихоньку опустили раз прошли второй это пару грамм там топлива стоит но этот проход но а сколько времени и труда вам это экономии друзья ну ребята справился он действительно шикарно говорю вам земля мокрая ребята когда земля мокрая очень тяжело презеровать и во-вторых уже реально просто полтора два месяца после выходы и как бы реальность равно будет тяжело но справляется с работы действительно хорошо сегодня мы будем окучивать картошечку на нашем кентаври т24 про с окучниками керланд ока 300 окучники действительно шикарные четыре в одном и плоскорезы и культиваторы ока 300 друзья ну что друзья вот окучку мы сделали действительно шикарно справлять трактор на любых передачах газует без вопросов брательнику понравилось горит шикарно все выполняет без всяких нареканий расход вообще не знаю руб грамм 500 наверно будет ребята 600 на 20 соток нагрузки данный трактор вообще не имеет а а а а а а